Всем привет, с вами Андрей Вар и это 47 сезон, и это сниппик 47 сезона, будем с вами разбирать и начнем мы, как всегда, с дерева прокачки, но обязательно досмотрите до конца, когда пойдут зоны высадки, потому что таких зон высадки за 47 сезонов еще ни разу не было, ни разу, это первый раз супер классные зоны высадки, для чего? Для вертолетиков, спойлер такой маленький. Короче, начинаем, два машинных отделений, как видите, первые войска, которые у нас будут, это солдатики плюс базуки, не знаю, будут ли ими вообще хоть кто-то играть, потому что на двух машинных отделениях у нас появятся вертолеты, вертолеты ракетные, плюс хп появится, плюс фитиль, чтобы мы могли ими управлять, этими вертолетами, плюс дополнительная канонерка, вертолеты появятся. Даже я скептически и вообще не играю на этих вертолетов, мне почему-то кажется, что придется на них играть, потому что на данном сезоне они будут самыми лучшими видами войск. Получается, если быстро, то это вот так, но вертолеты плюс хп обязательно откроем, ну а по поводу того, что здесь открывать, решайте сами, но если люди открывают мины ваши, вот эти, вот эти, даже под хп, ну будет им сложновато, хотя есть хилка и уже на трехе появится доктор Као, но вертолеты, вертолеты, посмотрим, короче. Следующее, три машинных отделения, получается на трех машинных отделениях появляется доктор Као, и если, например, взять длинные, то можно вот так идти, тут открыть доп. урон, шок, канонерку, вторую уже, но если быстро идти, то это, наверное, вот так, по прямой, ну либо вот так, но раз все будут брать вертолеты, вам обязательно надо будет открыть на трехе пушки бум, при том в самом-самом быстром темпе, потому что даже если у людей не будет шоков, мне почему-то кажется, все равно как-то будет быстро выноситься, потому что у людей будет доктор Као, и он, можно брать восемь лодок, плюс доктора Као, пульнул солдатиков, и пошли на разборочки. То есть солдатики бегут, немножко прикрывают вертолеты, а вертолеты сзади зачищают абсолютно все. Ну, лично мое мнение, посмотрим, может быть я ошибаюсь. Получается, ну а чисто солдатики-базуки, ну хрен его знает, мне кажется, долго будут забирать. По поводу идти вот так, либо идти вот так, и то, и то вот эти две бесполезные способности стоят по 24 ключа, так что решается сами, либо сверху, либо вот так, но все равно, если сверху, вам придется вернуться в пушки бум. Следующее, четыре машинных отделения, как бы здесь в теории можно и бричку открыть в трехе, либо так, по прямой с четверочки, но у нас есть доктор Као, какая бричка. Плюс на четверке появляется второе доп. хп, еще больше ничего нету, и здесь красные мины, танки, мехи, огневики, горы, торы, просто на четверке очень много видов войск появляется, но мне почему-то кажется, мы до сих пор будем летать на вертолетах. Да-да-да, ну, то есть нет стойкости зданий, поэтому вертолеты, в принципе, даже без урона будут неплохо так забирать. Если по прямой, то это вот так, если шоковые мины, либо здесь, видите, ну, ответвление есть. Хотел бы еще немножко остановиться по поводу огневиков. Вполне возможно, без доп. хп зданием огневики, может быть, и будут неплохие. Вот, может быть, не 100%, но есть вот маленькая такая, знаете, мысль, что через фитиль с двумя хп огневики, в принципе, могут сделать что-нибудь интересное. Просто не у всех будут шоковые мины, чтобы их остановить. Практически ни у кого не будет на тот момент шоковых мин, чтобы их остановить. Поэтому будет интересно посмотреть, как они будут себя показывать. Следующее, пятое машиноотделение. И только на пятерке открывается критер-пушка, только на пятерке первые прототипчики открываются, которые хоть как-то смогут контрить те же верты огневиков, либо еще. Здесь появится второй обязательно герой, именно поэтому бриджку не надо было открывать. И первый, первый доп. урон нашим войскам. Плюс появится артиллерия, нет еще стойкости зданий, соответственно, артиллерия неплохая даже на пятерке. То есть, в теории, можно будет одно машиноотделение сносить с артиллерией. Ну, если насобирать. Плюс здесь, видите, ищейки бомбардиры. Если бомбардиры, можно так, но я бы сюда не советовал идти. У нас и так два обязательных героя. Зачем открывать еще третьего? Бесполезно, пользуйтесь двумя. Поэтому, если вдруг бомбардиры, то остановились здесь. Ну, либо вообще их не открыли, а пошли сюда, в ищейки. Мне кажется, в принципе, ищейки будут неплохо выносить вражеские базы. Потому что, потому что не у всех будут шоковые мины. Прям далеко не у всех. А следующее, нет доп. хп здания. Поэтому очень быстро будут разбираться. То есть, у нас будет 2 хп плюс 1 урон ищейки. Ух! Или вертолеты. Все-таки, я думаю, что этот сезон заточен под вертолеты. Следующее. Переходим в следующее машинное отделение. И это уже шестерочка. Здесь появится обстрел. И это точно одно машинное отделение. Самое какое-нибудь ущербное можно будет сносить. Здесь, так, здесь шок. Здесь критеры. Здесь заморозки. Ну, вот так пойдем. Не пойдем сюда. Вот так. Оно мало того, что дешевле, так еще это бесполезно. Здесь появятся какие-то бесполезные прототипы. И вторые вертолеты. То есть, это тяжелые вертолеты. В принципе, самая-самая актуальная связочка. И следующее. Седьмое машинное отделение. И на седьмом машинном отделении. Только на седьмом. Самое прикольное. Почему-то откроется лазерщица. Вполне возможно, чтобы им даже, ими даже никто не помышлял до этого бегать. Здесь появятся, видите, прототипы. Это, наверное, небесный щит. Здесь появится второй доп. урон. Здесь еще одни прототипы. Здесь третье хп. Третья канонерка. И первый доп. хп с данным. То есть, только на последние недели. Может быть, в последние дни люди доберутся до этого хп. То есть, до этого чисто вот... Блин, не знаю, такие голенькие базы. Просто подъехал там. Пу-пу-пуф. В принципе, забрал. Это по поводу дерева прокачки. Вот такое реально прикольное. Теперь по поводу зон высадки. Смотрите, два машинных отделения. То есть, помню, вертолеты, фитиль, все есть. Как бы джинь-джинь полетели, забрали. Наверное. Здесь ничего по зоне высадки особо не поменялось. Как бы стандартные такие зоны высадки бывали много-много раз. Третье машинное отделение появляется. И тоже, смотрите, ну, зона высадки. То есть, разделение, все классно. Но вот посмотрите сюда. Вы посмотрите сюда. Посмотрите сюда. Зона высадки. Вы поняли? Зона... Такого никогда не было. Я не знаю, либо это баг, либо это все-таки попиль. Но это зона высадки. То есть, я честно не... То есть, я понимаю, что надо вертолеты высаживать, чтобы они летели и забирали эти машинные отделения. Но, а что будут делать горы, базуки, грены, когда я их буду сюда высаживать? Солдатики, танки, мехи, огневики. Что будет, когда я их буду сюда высаживать? Они остановятся здесь и будут наблюдать. Вообще никогда такого не было. Реально никогда. И очень интересно, что же будет. Четвертое машинное отделение. И бомбардиров еще нет. То, что можно было бы сказать, о, бомбардиры достанут. Не-не-не, кроме бомбардиров, ну, может быть, гренадеры достанут. Но здесь снова зона высадки расположена так, что через вот эту вот пропасть смогут пролететь только вертолеты. Именно поэтому я с самого начала и сказал, что по ходу сезон заточен на вертолет. Ну, и вот эта маленькая зона высадки вдруг, если вы любите играть с солдатиками. Да, для вас тоже все предусмотрено. Было бы классно, если бы здесь просто тоже была пропасть и такой... Та-дам! Делай, что хочешь. А вертолетов нету. Не, ну ладно. Получается, четыре машинных отделения, как видите, вот такими долгими аппендиксами. Если отсюда идти, то это будет очень долго. А если вертолетами, вполне возможно, будет гораздо быстрее. Пять машинных отделений. И здесь уже немножко поправили зону высадки. Видите, большая. Здесь практически соединилась. Я, на самом деле, сделал бы тоненький такой ручеек, чтобы хоть как-то войска могли. А то мало ли ты высадил и не туда. Получается, снова такая же зона высадки. Можно будет лететь либо отсюда, либо здесь уже высаживаться. И, как видите, ну, как стандартная база забирать. Но очень интересная зона высадки. Прям реально очень интересная. Шесть машинных отделений. И снова, как видите, вот эта зона высадки остается. Она снова закрытая чисто только для своих. Вип-зона, я бы сказал. Вип-проход. И для вертолетов. А вот это уже, ну, большая зона высадки для всех остальных видов войск. На шести машинных отделений уже появятся тяжелые вертолеты. То есть, в принципе, можно будет делать какие-то комбинации. Ракетные плюс тяжелые. На самом деле, вообще непонятно, как будут располагаться базы. Потому что, ну, ты ж не расположь всех здесь в надежде, что вертолеты пойдут сюда. Ну, ты высадил сюда и быстренько все забрал. Реально очень интересно. И с тем машинных отделений ничего не поменялось. Осталось вот этот аппендикс для вертолетов. Ну, не зря, что они назвали, наверное, что вертолеты будут в этом сезоне доминировать. Ну, и большая зона высадки. То есть, ну, как бы, грубо говоря, здесь уже можно будет реально очень много чего придумать. И, блин, просто охренительно зона высадки. Такого еще, еще раз повторюсь, никогда не было, чтобы отдельно зона высадки была для вертолетов. А другие войска там пройти просто физически не могли. Но мне будет интересно посмотреть, что будут делать базуки, когда их буду высаживать сюда. Или там солдать. Короче, вот такой снимпик. Если он вам понравился, если вам понравился видос, если вы ждете предстоящий сезон, то подписывайтесь на канал, пишите комменты, ставьте лайки. И с вами был Андрей Вар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok